Добрый день, глубоко уважаемый Президиум и участники конференции. Мы хотим представить вашему вниманию доклад на тему «Гигиена умственного труда». Гигиена умственного труда – это система мер, которые направлены на длительное сохранение умственной работоспособности. Веденский размышлял, многие люди работают малопроизводительно, быстро устают, потому что не умеют организовывать свой труд. Сохранить работоспособность и предотвратить переутомление можно, если придерживаться определенных правил, о которых мы поговорим дальше. Академик разработал общие рекомендации, важные для оптимального умственного труда. Втягиваться в работу рекомендуется постепенно, как после ночного сна, так и после отпуска. Подбирать удобный для себя индивидуальный ритм работы, соблюдать привычную последовательность и систематичность умственной работы. Установить правильное рациональное чередование труда и отдыха. Существует несколько видов умственной деятельности. Первое – это легкая умственная работа. Сюда можно отнести чтение книг, разговор с собеседником. Второе – это оперативное мышление. Оно подразумевает уже более высокий уровень умственной деятельности. Переводы иностранных текстов, повторение учебного материала у студентов и т.д. Умственная деятельность высокой интенсивности подразумевает усвоение новой информации. Легкая умственная работа может продолжаться длительное время. Оперативное мышление, по литературным данным, полтора-два часа. Умственная деятельность высокой интенсивности – 40-50 минут. Необходимо делать 5-10-минутные паузы, отводимые для отдыха. Это не нарушит эффективность последующего выполнения умственной работы, а только поможет восстановить энергию нейронов мозга. Физические факторы внешней среды, влияющие на продуктивность умственного труда. Необходимо придерживать оптимальную температуру воздуха – 18-22 градуса. Относительная влажность воздуха должна быть в диапазоне 50-70%. Уровень шума не должен превышать 40 дБ. Также необходимо проветривать регулярно аудиторию, так как содержание диоксида углерода спустя час-полтора часа 5-15 раз превышает норму. Длительный умственный труд может отрицательно сказываться на организме человека и приводить к снижению тонуса центральной нервной системы. Может ухудшать функции внимания, памяти, восприятия. Приводить к возникновению тормозных процессов в коре головного мозга. Может появляться тахикардия, гипертония, ослабляться функции внутренних органов и нарушаться метаболизм. Может снижаться тонус мышц и ослабляться координарность движения. К умственному труду относятся деятельности, связанные с приемом переработки информации. Требующие напряженного функционирования процесса внимания, памяти, мышления и эмоциональной сферы. Основные виды умственного труда в современном производстве можно подразделить на следующие группы. Операторский труд, управленческий труд, творческий труд, труд учащихся студентов, труд медицинских работников. Правила гигиена умственного труда. Первое правило – это ритмичность работы. Второе правило – наличие достаточного количества кислорода в помещении. Необходимы регулярные проветривания через каждые полтора часа по 10 минут. Третье правило гигиены умственного труда состоит в том, что в движении или стоя мыслительные процессы протекают с большей скоростью, а сидя организм быстрее утомляется. Нужно при любой возможности заниматься стоя или прогуливаясь, а книга должна стоять перед глазами. Четвертое правило гигиены умственного труда – хорошо освещенная комната. Лампа мощностью 40-60 Вт должна находиться на расстоянии 30 см от книги или рукописи слева. Абажур должен защищать глаза от прямого света лампочки. Рекомендуется иметь поверхность стола матовую и без бликов. Пятое правило гигиены умственного труда – регулярность питания. Питаться необходимо в одно и то же время, желательно с перерывами не более 4 часов. Шестое правило гигиены умственного труда – необходимость полноценного сна – около 8 часов. Седьмое правило гигиены умственного труда – знать индивидуальный пик формы. Работоспособность изменяется в течение суток. У многих людей наблюдаются пики примерно с 9 до 2 часов, с 6 до 10 часов вечера, во время которых умственная деятельность наиболее продуктивна. И к формам умственного труда у каждого человека позволит увеличить производительность умственного труда, не причиняя вреда здоровью, и с удовольствием выполнять свою работу. Спасибо за внимание! Спасибо! Спасибо! Спасибо!